Астана Как бороться с суицидом? 600 одиноких пенсионеров в Астане получат материальную помощь к 1 мая, сообщили в столичном управлении занятостей социальных программ. Единовременную выплату почти в 3000 тенге получат те, кто обслуживается социальными службами на дому, а также члены постоянно действующих комиссий Совета ветеранов города. Из местного бюджета уже выделена сумма в 1 миллион 700 тысяч тенге. Также стоит отметить, что в честь 1 мая в столичных подведомственных учреждениях пройдут концерты для пенсионеров и ветеранов. Всего же в этот день на всех крупных площадках Астаны пройдет 35 мероприятий. Профилактикой суицидом в столице занимаются сразу несколько ведомств. Управление по вопросам молодежной политики, здравоохранения, образования и департамента внутренних дел. Сейчас подготавливается совместный план действий, так как вопрос весьма актуальный. Печальная статистика вынесла Казахстан на первые строчки по количеству сведений счетов с жизни. В Астане же с начала года уже 7 детей и 86 взрослых пытались покончить жизнь самоубийством. У нас в конце 90-х годов было суицидов 30 на 100 тысяч населения. Сегодня по итогам от 2011 года по статистике их 14. То есть идет определенное свяжение. Но, конечно, большая очень проблема среди детей и молодежи. К большому сожалению, сейчас именно в мегаполисе создаются основные признаки роста психических заболеваний. Таких, как депрессия, таких, как неврозы, таких, как суициды очень часто случаются. И мы рассматриваем эту проблему как общенациональную программу. Я вам должен вам сказать, что впервые из стран СНГ на Казахстане приняли национальную программу поведения суицидов под руководством вице-премьера. Если взять подростка, который попал в такую неприятную ситуацию, в первую очередь идет его диагностика, его состояние, насколько у него выражена та или иная степень. Также, если у него проявляются те или иные тенденции, следует поднимать вопрос о его распределении в стационар, либо направить в психотерапевту. Интернет-клубы в Астане возьмут под контроль. Власти города предложили владельцам клубов вместе бороться со злом, азартными играми и различными немерными течениями. Предлагается вместе проводить профилактику. Как отметили в Акимате, интернет-клубы могут быть не только местом досуга. Здесь некоторые негативно настроенные люди занимаются созданием и рассылкой сообщений небезопасного характера. Установка камер видеонаблюдения в интернет-клубах может обнаружить авторов таких посланий. Дорогу празднику о масштабах предстоящих майских событий в Астане уже сегодня можно будет судить по количеству улиц, которые будут закрыты для обычного движения. Уже с 23 апреля в связи с установкой декорации и сцены на площади Казахиле, в этом районе по улице Тауэль-Сыздык закрыто движение транспортных средств. Обижать это место придется до окончания всех запланированных мероприятий. А 1 мая с 7 часов утра полностью закроют для автобусов и машин сразу несколько участков улиц. Проспекта Оль-Сыздык, улицу Байтурсынова, Аманжолова и Шамшик-Олдаякова. А сразу после праздников со 2 по 7 мая можно будет посмотреть репетиции военного парада. Марши с участием военной техники займут помимо озвученных следующие улицы. Сарайшек, Кушкарбаева, Сыганах и Токпанова. Мы обязательно просим вас. Заранее планируем плашу своего движения вокруг этих участков ограничения. И по возможности пользоваться не только личным транспортом, а общественным. Общественный транспорт будет ходить в том же режиме, только по определенному транспорту магистрали. На первое проведение праздника мероприятия личный состав управления административной полиции будет перейден в новый режим работы. Это все о столице к этому часу. Не пропустите новые выпуски в сети и в эфире. Своими новостями и пожеланиями вы можете поделиться на страничке нашей программы в соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok